Тысячи людей встретили Новый год в одном из крупнейших парков развлечений Молдовы Архейлэнд. Организаторы подготовили для посетителей множество сюрпризов, начиная от шоу фейерверков, зажигательных танцев до веселых аттракционов как для детей, так и для взрослых. Праздничная программа стартовала уже в пять вечера 31 декабря с красочного танцевального шоу на ледовом катке. Каждый желающий мог посетить любой из аттракционов, причем бесплатно. А к половине десятого начался концерт с участием отечественных и зарубежных артистов. Деды Морозы устроили настоящее фанфарное шоу, после которого и дети, и взрослые приняли участие в интерактивном конкурсе с призами. Призы особенно понравились ребятне. С Новым годом люди связывают и новые надежды, но самым частым пожеланием было пожелание мира и добра нашей стране. Был очень тяжелый год, очень сложный, но мы справились. Надеемся, что 2023 год будет лучше, свободнее, спокойнее, потому что мы заслужили это. Мы очень много работали. В первую очередь я хочу мира больше всего. Во-вторых, всем желаю здоровья. И в-третьих, желаю всем спокойствия в душе, потому что людям сегодня очень тяжело. У нас красивый праздник, удачи, радости. Мы рады за весь город. Пусть все плохое, что было, останется в прошлом году. Хороших перспектив, радости и мира. В первую очередь, здоровья и любви. Очень красиво в Архилленде. Здоровья, счастья. Все замечательно, великолепно. Успеха, удачи и мира в стране. С Новым годом, здоровья, с праздником. Популярная исполнительница народной музыки Каролина Припелица, а также Делив Бит Оркестра и диджей Оливер Вулф Рик всю новогоднюю ночь поддерживали праздничное настроение. Сюрпризом вечера стало выступление немецкого музыканта, продюсера и диджея Штефана Хантеля с творческим псевдонимом Шантель. По его словам, он очарован Молдовой и ее людьми. 2023 год будет красивым, я обещаю. Люблю вас. С Новым 2023 годом всех собравшихся в Архилленде, а также всех граждан страны, поздравили и представители руководства Аргеевского района. Примар муниципия Аргеев Павел Вережану отметил, что несмотря на тяжелые времена и неспокойный год, множество социальных и инфраструктурных проектов, которые реализуются командой партии ШОР, продолжатся и в новом году. Мы в Аргееве движемся вперед с высоко поднятой головой, мы гордимся этим. Я хочу поблагодарить за это Примарию и районный совет, команду Илона ШОРа. Не далее, чем вчера в селе Душмань Гладянского района состоялось торжественное открытие новой системы освещения. Несмотря на подорожание, политический, социальный и экономический кризис, мы можем совершать подобные перемены, если будем едины. По словам председателя Аргеевского района Дину Цуркану, 2022-й стал годом, когда народ Республики Молдова проявил мужество и встал с колен. 2023 год станет годом, когда люди возьмут свою судьбу в свои руки, как это сделали аргеевцы в 2015 году. Вместе мы сможем изменить нашу жизнь к лучшему. В 2023 году мы сделаем все, чтобы чувствовать гордость у себя дома. Благополучие, процветание и больших перемен гражданам Молдовы в 2023 году пожелал лидер партии ШОР Илон ШОР. В 2023 году я обязательно стану премьер-министром для того, чтобы 10 миллиардов, которые я привезу, появились у людей в руках. Для того, чтобы люди стали жить богато, красиво и хорошо. Дорогие друзья, Молдова моя страна, а Молдоване мой народ. И пока я дышу, я буду работать на свой молдавский народ. Здоровья вам, счастья, удачи и любви. С наступающим 2023 годом. Ура! Напомним, старт зимнему сезону был дан в парке Архейленд 24 декабря с открытия рождественской ярмарки. Парк развлечений, в котором все бесплатно, ждет всех желающих ежедневно с 10.00 до 20.00.